Всем привет! Меня зовут Василий Сазанов и это видео снято специально для канала Мир Рыболова. В этом видео мы поговорим о том, как подготовить плетеный шнур к рыбалке при отрицательной температуре попросту зимой. За окном февраль месяц, очень сложные погодные условия. У нас на последнюю неделю стояли морозы ниже 20 градусов. И все рыболовы-спиннингисты, кто в это время в погодные подобные условия отправляются на водоем, сталкиваются с одной единственной, но очень большой проблемой. Это обмерзание шнура, обмерзание колец на спиннинге, что в итоге очень сильно затрудняет ловлю. В интернете можно найти очень много способов, как подготовить шнур к рыбалке при отрицательной температуре. Я поделюсь сегодня тем, как делаю это я. Это проверенный, надежный способ, как мне кажется, наиболее оптимальный. Коротко о физике процесса. Мы должны понимать, что плетеный шнур это сплетение нескольких жил, между которыми есть пустоты. В эти пустоты попадает вода и замерзает. Соответственно, наша задача ключевая сделать так, чтобы этих пустот не было. Есть несколько способов избавиться от обмерзания. Первый и очевидный, избавиться от этих пустот, в принципе, то есть заменить шнур на монолеску, на флюрокарбон. Но если вы ловите на джиг и, например, на воблера от витчингом, ловля монофильными лесками с растяжимостью некомфортно. То есть, скорее всего, для вас замена шнура на леску будет не самым лучшим способом. Второе, это взять шнур, в котором меньше пустот. Соответственно, лучше использовать при ловле зимой 8-жильные шнуры. Есть 12-жильные, 16-жильные, они более плотно сплетены, там меньше пространства, туда меньше заходит влаги. И есть запеченные шнуры. Но запеченные шнуры, это отдельная история, они очень скользкие, гладкие. По мне, это не очень удобно в использовании. Однако же, в большинстве случаев люди ловят, рыболовы ловят на шнуры 4-жильные. Поскольку зимой шнур убивается и тратить деньги не всегда хочется на дорогие 8-жильные шнуры. Проще его пропитать. То есть, вот эти пустоты заполнить чем-то, что не пустит туда влагу. Чаще всего используют 4 основные вида пропиток, которыми можно подготовить шнур. Первое и основное, наверное, часто распространенное среди рыболовов, это автомобильный силикон. Эта пропитка сделана специально для смазывания резиновых изделий на автомобиль. Его также наносят на шнуры, он довольно неплохо впитывается и все прекрасно работает. Но у этого способа есть один важный недостаток. После нескольких рыбалок шнур теряет в прочности. Это на моей практике было так, неоднократно доказано и проверено. То есть, я как бы рекомендую пользоваться этим средством, ну, в крайнем случае, если больше нечем воспользоваться. Второй способ, он наиболее распространенный среди рыболовов, это уже считается классикой. Это детские масла. Как бы наиболее часто используемым является Johnson's Baby. Я вот нашел чуть подешевле, чуть попроще масло Baby Care. Таких масел наверняка много. Основным веществом в составе является вазелиновое масло. То есть, ищем детское масло на основе вот этого масла вазелинового. Третий способ защиты шнура, это пропитки от рыболовных компаний, то есть специализированные. Как бы там все тоже хорошо, все так же работает, я думаю, что состав не сильно отличается от вот этого. Там есть как бы основной плюс, это очень удобная тара, но есть минус, это, как правило, завышенная цена. То есть, вот за тюбик там в литраже там 50-70 миллилитров, вы отдадите, наверное, столько же, сколько за вот такой вот огромный 200-миллилитровый флакон Johnson's Baby. И четвертый способ, к которому я в итоге пришел, пользуюсь этим очень часто, в аптеках продается базовое масло, которое стоит во главе всех вот этих средств. Вазелиновое масло в тюбиках, оно идет там, вазелиновое масло для приема внутрь. Там идет тара неудобная для использования, обычный флакон стеклянный с крышкой. Его нужно перелить, вот, например, вот как я сделал это флакончик от DIPO для насадки. И израсходовался, налили туда вазелиновое масло, и им очень удобно обрабатывать. То есть, цена получается супер бюджетная, эффективность максимальная. Единственный недостаток это надо сделать так. Коротко о технологии подготовки той технологии, как я делаю. То есть, она делится на три составляющие. Первое, это подготовка в домашних условиях. То есть, сперва дома мы пропитаем шнур и, скажем так, правильно пропитаем шнур вазелиновым маслом, как раз вот детским. Второй этап подготовки, это по прибытии на водоем смазать кольца обязательно спиннинга. Я как раз вот беру с собой вот эту вот тару и уже там делаю. Третья составляющая, это перед самым уже рыбалкой еще раз пробрызгать шнур, прям вот перед самым окунанием, ну, грубо говоря, перед самым забросом. И регулярно поправлять, то есть, там, сделать, там, зависит от температуры, 5-7-10 забросов. И еще раз чуть-чуть брызгать на шнур. То есть, вот на это и делится. Сейчас покажу, как готовить и маленечко расскажу о том, как подготовить кольца спиннинга. Так, начнем с пропитки шнуров. Перед нами две катушки, на одной намотан 8-жильный шнур, на одной 4-жильный. У нас есть масло Baby Care, как я уже говорил. Начнем с чего? Снимем шпульки. Сняли шпульки, кладем их вот так вот и очень аккуратно начинаем пропитку. Небольшая ремарка. В интернете очень много, я видел, советов, что нужно пропитывать окунанием. Типа, берем прям шпульку, опускаем в масло, и они там, типа, лежат какое-то время, пропитываются хорошо. Так категорически делать нельзя. Почему я сказал положить шпульки вот так? Чтобы вазелиновое масло не попало вот в эту полость. Там находятся фрикционные диски, диски фрикционного тормоза. Если в них попадет не специальная смазка, которая в них заложена, а вот, например, вот такая, ваш фрикцион перестанет нормально функционировать. Придется делать только катушки, а иногда и даже, может быть, поменять вот эти вот диски фрикционного. Теперь начинаем пропитку. Просто, не стесняясь, льем и мажем. По чуть-чуть, по капельке и размазываем аккуратненько пальчиком. Стесняться не нужно, то есть я вот постелил листочек, на него там будет излишки стекать. Нужно наливать до блеска, то есть видно, как шнур впитывает в себя смазку. И как только начнет стекать масло, как бы, мы пропитку восстанавливаем. То есть можно использовать кисточки. Я вот пользуюсь пальцем. Шнур начал блестеть. Откладываем в сторонку и делаем то же самое со вторым. Восьмижилки в большинстве случаев пьют намного меньше, там меньше пустот. Соответственно, то есть, как правило, вот этот процесс намного быстрее на восьмижильных шнурах. Шнур заблестел. И теперь важный момент. Это была первая пропитка. Мы сейчас берем эти шнуры. Я обычно делаю как? Ставлю батареек, ну, возле батареи табуреточку. Рядом с ней ставлю шпульки. И они подсыхают. То есть процесс сушки я обычно делаю где-то там 40-50 минут, час. Ну, плюс-минус. То есть вот таким вот образом. Шнур, как правило, в этот момент, когда видно, что он уже подсох, перестает блестеть. Прошло приблизительно 40, может, чуть-чуть побольше минут. Видно, шнуры практически не блестят. Немножечко подсохли масло. Ушло туда, прям впиталось хорошенечко. И мы повторим процедуру еще один раз. Берем снова масло. Снова кладем шпуличку на бочок. И начинаем ее заливать. И аккуратненько все это дело пальчиком размазывать. Берем вторую шпулю. Делаем то же самое. Стесняться в объеме не нужно. Льем. Излишек все равно стечет. Зато чем сильнее пропитается шнур, тем меньше будет там пустоты, меньше будет намерзания, дольше шнур проходит. Все, снова у нас шнур блестит. Во второй раз уносим батарейки посушиться. Снова прошло там 40-50, наверное, даже уже побольше минут. Шнуры очень хорошо пропитались. В принципе, они уже готовы. Но я обычно делаю еще как. То есть перед тем, как убрать футляр для шпуль, для катушек, я делаю эту же процедуру и в третий раз. И на этом как бы все. В домашних условиях все. То есть делаем то же самое. Третий раз можно не заливать. Нужно просто слегка поправить, потому что шнур уже хорошо попил. Маслица. То есть мы делаем так, чтобы просто потом футляр не был залит. Так вот. И вот так вот. Все. Размазываем. Устанавливаем шпульки. И убираем катушечки. Маленький совет всем начинающим рыболовам. Никогда во время хранения не затягивайте вот этот вот фрикционный тормоз. Чем свободнее, тем лучше себя будут чувствовать диски на фрикционе. И дольше и лучше будет работать фрикцион. Все. В принципе, шнуры готовы. И еще раз проговорю по технологии. Дальше мы приходим на водоем. Достаем шпульки. Берем вот эту тару. То есть чем ее основной плюс? Вот из этого, как правило, вытекает. Особенно если вы в рюкзаке пешком идете. У вас там капельки жирные. Ничего хорошего. А вот это маленькое, компактное, удобное. Пришли. Побрызгали. Обработали кольца. И как бы все. Все готово. Есть еще один маленький совет. То есть я все обрабатываю одним и тем же составом. Но раньше, как бы это чуть более эффективный способ. Я пользовался парафинами. То есть берешь парафин. То есть есть тоже в аптеке покупал. И этим парафином кольца обрабатывал. Однако по мне это улучшает свойства. То есть колеса не обмерзают. Ну может там процентов на 15-20 дольше. То есть много суеты и лишних. Вещей с собой. Из-за как бы маленькой эффективности. Соответственно берем и пользуемся. Ну что ж. Мы сделали подготовку. Так я делаю всегда. Это проверено на практике. Это работает. Рекомендую всем. На этом видео будем заканчивать. Если у вас есть какие-то замечания, вопросы. Или есть например тоже надежные проверенные способы пропиток. Технологии пропитки. Пишите в комментариях. Если вам было интересно. Ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.